Музыка Музыка Короче, мы в бустах, Серегин Лавр стоит, не видно, правда, ничего. Вот твое мнение про тачку просто. Ну, я чекаю. Давай, давай, поехали. Короче, тачка бомба, но это все на 97-го года, да? 90-го года это не очень, потому что это не реликет. Ну, ладно, короче, ты приехал к нам, чтобы мы тебя направили на путь истины. Короче, ты не знаешь еще что делать. Нужно дрифтить на ней будешь или просто кататься? Ну, короче, по красноярским меркам это прям топ-тачка для дрифта. Базарик. Лайд. Да, тем более ты взял эквипы, это круто, она будет прям сосочкой. А типа вот этого полторашечного мотора хватает же, да? Типа, ну, для зимы. Если будет лег, хватит. Тем более, если ты будешь учиться будешь, что? Нормально. Нет, булочка, булочка. Так мне нравится, товарищ. Очень прикольно выглядит. Посточка. Тихо с молотом в сторону. Короче, если есть возможность, лучше, наверное, дрифтить. Сделать ее прикольно. Такой плин лук на колесах. Одному полю. Нет, нет, ну почему? Можно аккуратно в паре вон Раунш катается, нормально. Ну да, у меня есть там боевые. Да, да. Но по хардкору катается. Ну это ладно. А если бабок нет, лучше с нами и так, потом через лезть ее впухнешь, там, заменял. Ну хотя бы на схемахах тут не старая тачка. Покажет. Покажет, да. Еще до 10, подождать надо. Чувак, блядь, этот на брачкаске, блядь, мудрёб, говорит, что блядь, вот эту машину пустить в дрифт, блядь. Что? Что? Гошан, давай посмотришь. Давай посмотришь. Оценишь. Что, ты под камеру? Да, чуть-чуть. Сколько года? 97-го. Тут, по-моему, одни дворники, чего стоят. Да, нет. Не, ну, слушай, жалко, конечно, ну а что делать? Бля, вы видели когда-нибудь рабочие дворники на фарах? Да. А здесь есть? Работает? Да. Давай включай. Омыватель работает? Да. Я не знаю, я думаю, они меня переубедить, переубедить хотя бы. Я бы её вообще, блядь, какой дрифт надо. Вот колёса бы я поставил, тормоза бы поставил, всё надо. Либо её в прошло время, да? Оставил бы я в Сибири, всё надо. Она огроменная, дрифт разобьёт её. Что пробег-то надо? 69, по-моему. Блядь, как там просто есть отличия. Блядь, сделано в СССР, это вот как раз таки вот эти вот, блядь, пизда. Это нужно снимать, ну. Это просто вот так вот. Вот это стоит, блядь, я не знаю. А это что? 1500, да. Катя, давайте просто поднимем и посмотрим, что снизу. Интересно же. Да ты там в двух, блядь. Задом на помощь. Да знаю, нахуй, сейчас хочу, блядь. В смысле, конечно. Я, может, завтра заболею. Прошли, что, блядь. Уже был жиром. С пружиной всё работает, блядь. Колесо остановится лет через пять, наверное. Ну, что там, Пархо? Слышу звук в коробке. О, да, что там, что там? Крестовины, вот это. Давай, давай, Пархо, давай, работаем, работаем. Давай, давай, коробку. Дайте серф. Фонарра регулируемая. Офигеть. Держи. Работаем попринь. А что, полтурно куплено? Да. Смотри, реально, рычаги стокнули. Ну, новая. Новая. Силенблоки тоже заживые. Я бы на ней красноярске выводы сделал, чтобы не... Тут бы колёса таких не было. Что на море, кто сразу скажет? Ладно, спорт. Мимо? Техноресорт. 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 Короче, всё, тачка у густов осталась. Сейчас я попаду домой пешком до метро. И будем ждать, когда пацаны сделают. Короче, друзья, заехали на Фучей. За шпильками. Бля, тут просто столько корчелы, конечно, стоит. Нереальных. Короче, заехали за шпильками. М12 на 60 миллиметров. Видимо, должно хватить, по идее, длины. Позвонил Серёга с Boost Motors. И сказал, что диски-то 4х100, а у меня не стоят шпильки. Поэтому будет проблематично поставить 4х100 на мои 498. Естественно, принял решение ехать за шпильками. И как бы сегодня воскресенье в густов выходной. Придётся им оставить в тачке где-то рядом с серваком, чтоб на буднях они уже начали заниматься. Блин, я, конечно, был готов к проблемам с жигулями, но не настолько. То есть, когда у тебя одна основная тачка и она стоит в сервисе, а ты пешкодралом на метро ездишь за запчастями. Ну, как бы такое, такое. Тем более, учитывая, что тачка уже стоит в серваке где-то недели две. Реально, ну, пацаны там много чего перелопатили. И как бы ещё даже не сделали то, чего вообще основную какую-то часть. Вот, поэтому не знаю, когда всё это закончится. Уже кончается сентябрь, уже скоро надо перелазить на зимнюю бричку. А у меня даже летняя не готова, условно. Блин, ну вот что-то типа такого на зиму сделать, да? Или не варик, как думаете? В принципе, рабочий аппарат. Короче, всё, мы на гаражном кооперативе густов. И тут, как я понял, сегодня Стилов, Пархевич, даже Пипа вроде приехал. Сейчас попробуем у Серёги попросить пару комментариев по Жиге. Блядь, короче, чуть-чуть не успел на Стилове. Но ревасик стоит уже очень долго, походу. Ой, ладно, эти шпильки оставили. Сейчас Серёге напишу, будем думать дальше. Так, пацаны, в таком состоянии мы забрали Жигу из бустов пока что. Так как пацаны поставили 14-е тормоза, естественно, мои тренажки на колпаках не налезли. И поставили время на 14-е диски на зиме, на хаки. Так, из того, что поменяли. Значит, Серёга написал, что поставили автоматически на телецепи. Заменили масло. Получается, в двигателе, в коробке или в редукторе. Короче, редуктор заваренный теперь у нас. Короче, Серёга написал, что они не смогли взорвать 14-е шины. Ну, точнее, надеть на 14-е диски. И поэтому... Ну, это реально сложно. Поэтому мы, наверное, сейчас поедем на Сидово 18 в Тайерсток. Это у нас, получается, шиномонтаж. Вот, мне посоветовали туда съездить. Ребята как бы разбираются, знают. Поэтому попробуем. Так, на шинке, короче, в Тайерстоке сказали, что без камеры эти диски не обуть. Потому что резина Тойер, и она очень жесткая. И, естественно, я... Ну, я же не думал, что так будет. Поэтому надо будет сейчас ехать искать 15-е камеры где-то. Что, не зря же я сюда приезжал сегодня. Короче, всё как обычно по плану. Пришлось заехать на Фуччи, взять 4 камеры Р-15. Так, короче, заехали на шинку в Тайерсток. Надеюсь, сейчас всё окей будет, и мы напялим, взорвём диски. Короче, всё, диски на базе. 4 штуки посажены на камеры. Надеюсь, всё окей будет. Короче, всё, привёз тачку Бустан. Серёга сказал, что они сегодня на автодроме, но приеду попозже в Сервак. Так, всё, я иду пешком опять домой на метро. Благо, сегодня погода уверенная, на солнце 15 градусов. И, ну, на самом деле, хочу сказать, что своего-то мы добились, в принципе. Осталось только поставить диски и пильнуть чуть пружины. И, в принципе, будет вид. И, кстати, кто, может быть, видел, тачка попала к Серёге Стилову на выпуск. Это что за раритетный? Анагонда, чувак! Анагонда? Реально раритетная. Блин, я бы хотел себе вот сейчас вот такую тачку. Просто вкинуть рычаги, подвесочку и всё. Чувак, хочешь рассказать? А, ну и шестналь. И даже если Серёга заценил, это уже как бы о многом говорит. Так, ладно, наверное, эту серию мы будем заканчивать. Сори, что сказал, что уже в следующей серии будет лютейший дизайн. Нет, не получилось. Всё реально сложнее оказалось, чем я думал. Вот. Ну, надеюсь, что уже очень скоро пацаны всё сделают. Поэтому всё. Всем спасибо, что смотрели этот видос. И пока. Гляд, тут какая-то лютая ДТП. Прямо у густов на въезде. Какой-то мотоцикл в 99-й урезался. Жёстко, конечно. Конечно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok